На 5 миллионов рублей штрафованы за некачественное предоставление услуг с начала года ресурсоснабжающие компании и жилищные организации. Больше половины обращений населения касается отрасли ЖКХ. Проблемы горожан представители Общероссийского народного фронта совместно с администрацией Хабаровска решали за круглым столом. Помочь нам решить эту сложную проблему с управляющей компанией, чтобы она нам передала документы и перестала саботировать. Все вот эти вот события. Сейчас иск в суде рассматривается на признание собрания по созданию ТСН недействительным? Недействительным, да. Обвиняя инициаторов этого собрания. Давайте тогда до решения суда, до вступления решения суда в законную силу не обсуждать эту ситуацию. Они ходят в одну инстанцию, во вторую, в третью, еще в какую-то инстанцию. Везде их отправляют. Идите в суд, когда уже вошли круги ада, нам приходят люди с такими талмудами. И мы здесь уже какая-то еще одна структура, которая должна это решить. На заседании рабочей группы большинство обращений касалось смены управляющей компании. Решить этот вопрос могут только собственники на общем собрании. Только им по закону дано право выбора жилищной организации. Татьяна Тугарь, Дмитрий Еремин, Хабаровская студия телевидения.